Ну, вот тогда, опять же, оставаясь на теме Херсона, и отчасти санкции, вот как-то это связано. Вот мы заговорили о репарациях, ведь сейчас, да, ну, конечно, не только Херсон, вся территория Востока Украины, то, что происходило в Киеве, потери бюджета вообще неимоверные, да, и сейчас предстоящее наступление вызовет то же самое. Ну, даже просто приходится бомбить свои мосты, потому что, ну, это оперативное требование ситуации вызывает не такую необходимость, то есть для того, чтобы осуществить военную задачу. Вот теперь, вот тема этих репараций и всего остального, вот тяжело она идет, по части конфискации уже сейчас имущества, все это олигархата, корпоративных, государственных активов, которые есть на Западе. И действительно, Запад, ну, нерасторопно как-то по этому вопросу подходит, несмотря на то, что санкции как бы идут, может быть, хотелось быстрее и больше, но все равно все-таки вектор задан. А вот по этой части, чтобы получать какие-то средства в какой-то трастовый фонд для Украины или какой-то межгосударственный фонд, вот с этим как-то медленно, с этим как-то нерешительно. А деньги нужны, падение в результате войны украинской экономики значительно, но это объективно, берут, ракетами разрушают страну, естественно, что что это еще может вызвать. Здесь есть какие-то идеи, соображения относительно кого, как этот процесс ускорить. Вот получение средств реализации имущества конфискованного или замороженного именно на Западе, потому что активы Москвы, они же в основном там, и это гигантские активы. Там нельзя, только УЦБ 350 миллиардов, в Американских ценных бумаг заморожены, Центрального банка России и так далее. Вот какие есть, Антон, соображения по этому поводу? Ну, мои соображения это то, что Украина будет пользоваться услугами лучших юристов, украинских и западных, для того, чтобы построить дорожную карту по тому, как это сделать. Во-первых, это беспрецедентный случай в истории, когда наши союзники заблокировали средства российских олигархов, российских банков, государственные ценные бумаги. И, возможно, по их же законам, это, возможно, новинки или новеллы. Вы, как юрист высокого класса, понимаете, что это не так просто. Это было в большей степени решение политическое, задача которого было бы попытаться остановить действия Путина, остановить действия России. И, насколько я знаю, и Байден, и Шольц, и Макрон предупреждали Путина, что они пойдут на самые жестокие экономические санкции, которые были невиданы до этого, для того, чтобы пытаться остановить действия Путина. Он не остановился. Поэтому, конечно же, эти деньги будут использоваться для восстановления Украины. Общая сумма там порядка 350 миллиардов долларов, хотя я думаю, что тот ущерб, который нам нанесен, гораздо больше. Некоторые называют цифрой уже более 600 миллиардов долларов. А во что оценивать жизни людей? Как я уже говорил, я считаю, что жизнь каждого погибшего украинца должна стоить российским многоплательщикам не меньше одного миллиона долларов. Каждая семья должна будет получить компенсацию. Каждый завод, каждая дорога, все это должно быть восстановлено. Если в России не будет наличных денег, я думаю, что их не будет, то мы будем брать нефть и газ российские по договоренностям, по итогам мирного договора и продавать, реализовывать их в Европе, для того, чтобы получать компенсацию от Российской Федерации. Иного пути я не вижу. До тех пор, пока не будут заплачены компенсации, репарации, санкции с Российской Федерации сниматься не будут. Сейчас придет время, например, полгода, уже можно будет примерно посчитать, какие ущербы были нанесены российской экономике. Но это только начало, потому что в декабре месяце Евросоюз сократили до 90% потребления нефти в Российской Федерации. В течение двух лет будет полный отказ от российского газа, его будет некуда делать. Европейский Союз найдет другие источники снабжения и жиженым газом, и углем. Они уже пошли на то, чтобы в Европе отказаться от части своих программ по зеленой энергетике. А Россия будет нищать, потому что весь этот нефть, весь этот газ девать будет просто некуда. Так вот, предвидят эксперты, что потери российской экономики будут быть в год 300 или 400 миллиардов долларов. Вот столько будет стоить Крым, украден у нас, вот столько будет стоить война. Мало того, на войну затратятся в России социальные деньги. В России сокращаются социальные программы, сокращаются программы строительства, развития инфраструктуры. Сокращаются рабочие места, растет безработица. Уезжают самые лучшие люди, уезжают умные люди, те люди, которые обладают компетенциями. Банкиры, программисты. Идет утечка мозгов из Российской Федерации. Все это вместе складывается в превращение России в большую-большую Северную Корею. Путин пока что не закрыл интернет. Хотя я не исключаю, что он это сделает, и Ютуб в том числе. Потому что их очень сильно раздражает, Марк, работа таких людей, как вы. Потому что сейчас нас точно смотрят в России тысячи людей. Они слышали эту правду, они эту правду передают. И ему не удалось опустить железный занавес. Поэтому, если Путин будет делать Северную Корею из России с полным отказом от интернета, с дальнейшими репрессиями в отношении инакомыслящих, то я считаю, что в определенный момент у россиян будет выбор. Или произойдет дворцовый переворот. Или найдется кто-то, кто ликвидирует Путина, как это было с президентом Южной Кореи Пак Чунхи в 79-м году, вы помните? Когда его застрелил начальник разведки. Многое может произойти. Я считаю, что если Путин перестанет быть у власти тем или иным путем, то эта война будет остановлена. Любым из его наследников она будет остановлена. Просто потому, что любой из его наследников поймет, что дальнейшая война против Украины и против всего цивилизованного мира – это тупик. Да, любой, как бы ему проще будет снять с себя ответственность за все предыдущее. И по поводу войны и всего последствия от этой войны, как бы это не я. Это вот туда все к Путину. Поэтому, конечно, совершенно очевидно, что... Заплатить придется. Вы, как юрист, знаете прекрасно. Есть нанесенный ущерб. Тот этот ущерб нанес должен за него платить. Иначе санкции сниматься не будут. А санкции настолько жестокие. И они могут только усиливаться. Поэтому придется все вернуть. И Крым, и Донбасс. И заплатить за всю уничтоженную Украину. Так в том-то все и дело, что это неотвратимо именно в силу того, что эти деньги уже находятся на Западе. Это вот можно было, как пристали. Ничего не знаем, все свободны. Но здесь так не получится. Их будет недостаточно. Ну, возможно, их будет недостаточно, но они уже есть. Поэтому... Я вам скажу, что... На воле. Воле нужна. Один такой мост, как Антоновский мост через Херсон, который стал всемирно знаменитым, он может стоить миллиард-полтора долларов. У нас более 400 мостов разных размеров были уничтожены. Какие-то все, какие-то магистральные. Да у нас вокруг Киева пришлось взорвать десятки мостов для того, чтобы остановить продвижение русских танков. Мост из Киева на Житомир и на дальше на Львов до сих пор ремонтируются, заново приходится восстанавливать. Все это стоит колоссальных денег. А многие мосты у нас до сих пор нет возможности восстановить, потому что они разрушены в разных областях. Мы продолжаем взрывать свои же мосты для того, чтобы задержать проход русских войск. А сколько стоит восстановление Мариуполя, которому уничтожены системы энергетики, канализации, водоснабжения? Кстати, все эти рассказки российской пропаганды, что Мариуполь будет жить, что там все будет хорошо, это такое низкопробное бронье. Они сейчас за деньги российского бюджета строят 4-5 этажки. Я сейчас показываю, 4-5 этажных дома вы наверно видели, пытаются показать, что там свет. Там будут жить функционеры ЛДНР или российские военные, не более того. Сотни тысяч мариупольцев вынуждены были покинуть свое место жительства и находятся сейчас в заложниках Российской Федерации. Цифры, которые называла российская пропаганда, думаю, что в этом случае можно доверять, миллион четыреста тысяч украинцев депортированы на территорию России. Триста из них более 300 тысяч детей. Когда такое было, вы помните? Я могу сказать. В 1941-1945 году такие депортации были с территории Украины. Только тогда их организовала нацистская Германия. А теперь это делает нацистская Россия Путина. Кстати, я хочу вам сказать, что ведь какая параллель? Насколько страшная пропаганда? Я вообще считаю, что пропаганда это самое страшное оружие в мире. Если атомная бомба может убить десятки или сотни тысяч людей, то пропаганда может убить десятки миллионов. Это как было во время Гитлера, который восстановил немецкий народ против евреев, против славян, против поляков. И в итоге этой Второй мировой войны погибли десятки миллионов. Путин сделал то же самое. Он восстановил части значительного российского народа против украинцев, превратил нас в нацистов. Вы-то много раз бывали в Киеве, в Украине, вы же все знаете. Как и большинство разумных русских все это знают, что это все полная чушь. Из этой пропаганды сейчас гибнут десятки тысяч украинцев, десятки тысяч русских. И началась фактически Третья мировая война. Остановить ее можно только одним путем. Максимально быстрым военным поражением Путина в Украине. После этого вся его политика, вся его пропаганда схлопнется в карточный домик. Один украинский флаг над Херсоном будет означать полный развал всего, что строил Путин 22 года. Потому что окажется, что его армия не стоит ничего. Вся его пропагандистская машина не сможет оправдать этого. А его союзники отвернутся от него. И Сидзипин, и Иран, и другие северные Кореи. Потому что поймут, что он слабак. Что он не в состоянии реализовать ничего. Имея неограниченные финансовые ресурсы, имея неограниченные природные ресурсы. Вся путинская политика рассыпется в карточный домик. В том числе, благодаря работе таких, как вы, людей, которые несут правду тем россиянам, которые хотят это слышать.